В Самарской области продолжается позитивный тренд на снижение заболеваемости, хотя цифры все еще остаются высокими по сравнению с другими регионами. Рост заражения коронавирусом сохраняется у детей и подростков, а также у работников в сфере услуг, отметили на заседании областного оперштаба по борьбе с ковидом. За 48 неделю в сравнении с 47 отмечается рост заболеваемости в двух возрастных группах. Среди детей от 7 до 14 лет на 2,7%, с 413 до 424 случаев, а также в группе с 15-17 лет на 16,4% со 159 случаев до 185. В остальных группах отмечается снижение заболеваемости. Наибольшие интенсивные показатели зарегистрированы среди работников в сфере услуг по-прежнему. Высокие показатели остаются среди сотрудников офисов, сотрудников образования, здравоохранения, сектора ЖКХ. Число пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому, снизилось на 19%. Количество заболевших ОРВИ и пневмонией на 12%. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, в больницах сократилось число пациентов с ковидом и подозрением на него почти на 51%. Сейчас в стационарах проходит лечение 3866 человек с коронавирусом и подозрением на него. Свободный коечный фонд составляет 48%. Уровень заболеваемости в сравнении с другими регионами остается высоким, в том числе и из-за высокого объема тестирования и выявления заболевших. Мы, коллеги, делаем примерно в два раза больше тестов на 100 тысяч населения, чем, например, в Ульяновской области. Почти на 80% больше, чем, например, в Нижегородской области. И являемся по этому показателю вообще абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе. И мы по требованию Роспотребнадзора сейчас приступаем к тестированию даже контактных, бессимптомных граждан. Оперштаб принял решение все же немного смягчить антиковидные ограничения в регионе. Кинотеатры и концертные залы разрешили заполнять на 70% от штатной вместимости. При этом руководители заведений должны будут обеспечить выполнение всех санитарных требований. В частности, зрителей будут пускать при наличии у них QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании либо отрицательного ПЦР-теста, выполненного не позднее трех дней до посещения. При этом в регионе сохраняется запрет на проведение массовых концертов, дискотек и других мероприятий. Допускается работа спортивных сооружений на открытых площадках, катках и горках, но необходимо соблюдать социальную дистанцию в пунктах проката и раздевалках. Проводить новогодние праздники в детских организациях можно только в пределах одного коллектива. Общие мероприятия для двух и более классов запрещаются. По решению Оперштаба в Самарском регионе вновь подготовят обсерваторы. В связи с появлением нового штамма омикрон Роспотребнадзор предписывает гражданам, которые прибывают из неблагополучных стран, оставаться на изоляции две недели. Светлана Кудрявцева, События.